Один-два раз, ещё раз. Андерс Леонард Цорн, шведский художник-живописец, работавший на рубеже 19-20 веков, виртуозный акварелист, фотограф, гравёр, скульптор, выдающийся мастер портретной живописи. В 1860-м в деревушке Ивраден в центральной части Швеции он появился на свет в результате любовного романа «Грут Анны Андерс, Доттер» и немецкого пивовара Леонардо Цорна, которые не состояли в браке, так что Андерс был бастардом, никогда не видел своего отца, хотя и взял его фамилию при получении паспорта. Он любил рисовать и вырезать фигурки из дерева, до 12 лет жил на семейной ферме, получал начальное образование в местной школе и в гимназии в Инчопинге. В 15 лет уехал в Стокгольм, где продолжил учёбу в художественной школе, а потом стал студентом Королевской академии изящных искусств. Он оставил скульптуру, увлёкся акварелью, писал портреты на заказ. В кругу влиятельных шведских семей в 20 лет он уже был довольно известен. Со своей будущей женой Андерс встретился, когда ему заказали написать портрет дочери богатого текстильного промышленника, Эмма Ламм, так её звали. Они обручились тайно, родители девушки были против, но вскоре Цорн стал зарабатывать вполне прилично, и официальную свадьбу сыграли в 1885-м. Акварели Цорна публика принимал очень хорошо. Он повторял сюжеты, добивался чистоты исполнения и действительно показывал блестящее владение материалом. Но всё же окончательно переключился на масло, как наиболее полновесную технику где-то к 1887-му. По сути, предложив новый стиль, смешав импрессионизм с академизмом. Огромной популярностью пользовались его работы с изображением обнажённых женщин в полный рост на фоне скандинавской природы, выполнены в артистичном, но реалистичном ключе. Казалось бы, непритязательная поза, нечёткая эскизная манера, но всё очень убедительно. Форма – это форма, руки – это руки, даже если это всего пару мазков. Тело – это тело. Художник также создал несколько десятков собственных автопортретов и множество произведений бытового жанра на крестьянскую тему. Ну, кроме того, почти 30 лет Андерс занимался афортом и художественной фотографией, а количество портретов на заказ исчисляется сотнями. Казалось, он не мог усидеть на месте, жаждал новых впечатлений, знакомств, публики, заказов. Он прожил 6 лет в Париже, познакомился с Мане, Дегапи, Саро, Сислием, Ренуаром, но перенимать манеру импрессионистов, впечатленцев, не стал. Действительно, жалко терять то, что умеешь лучше, чем они. Заниматься яркой мазнёй рисовальщику-профессионалу скучно, но мазистость в моде. Ну что ж, Сорн и предложил публике уникальный пластичный стиль письма, на который потом будут равняться русские последователи и новые поколения импрессионистов Европы и Америки. Вообще, Сорн много путешествовал. Англия, Испания, Португалия, Венгрия. Во время свадебного путешествия в Турцию он заболел брюшным тифом, чуть не умер. Три месяца провалялся на больничной койке, но это его не остановило. Он продолжал путешествовать. Америка, Россия, Италия, Испания, Франция, Ближний Восток, Северная Африка, Мексика, Балканы. И в общей сложности за свою жизнь он провел за границей годы, сравнимые со временем пребывания в родной Швеции. Его жизнь многие сравнивают с его живописью. Большая картина, мощный, энергичный, размашистый, не сдерживаемый ничем мазок широкой кисти. Он закатывал попойки до утра, а когда выгоняли, предлагал купить таверну. Он был любвеобилен в браке и вне брака тоже, но разводиться не собирался. Он становился абсолютным деревенщиной, когда возвращался в родную деревню, но пользовался огромным уважением в художественной среде, был вхож в самые изысканные общества и именитые дома. Везде Цорн писал знать. В Швеции, понятно, короля Оскара II. При этом не упускал повода потроллить богатых родственников со стороны жены. Поеду в Стокгольм. Оскар очень просил написать его портрет. В Америке умудрился запечатлеть аж трех президентов – Кливленда, Тафта и Рузвельта. В России, в частности, писал Саву Мамонтова, устроив открытый мастер-класс. Когда Мамонтов спросил Цорна, почему он не сделал на его пиджаке ни одной пуговицы, тот гордо бросил знаменитую фразу «Я не портной, я художник». О подобном мастер-классе, в сеансе написания обнаженной модели в стенах Петербургской академии художеств, ходит легенда, которую баталисту Рудольфу Фрэнсу поведал его учитель, будучи очевидцем. Цорн приехал с опозданием. Появившись в рисовальном классе, он бросил шубу из волчьего меха и шапку, стал налаживать краски на палитре перед возбужденной публикой, пока натурщица занимала свое место. Он выдавил по многу, но Цорн часто использовал ограниченную палитру, где помимо белой и черной, ну там свинцовые белилы и жженая кость, допустим, или другая черная, дающая холодный синеватый оттенок в разбеле, заменяя синюю. Кроме белой и черной, он довольствовался только желтой и красной, ну охра золотистая и киноварь, красный вермион, допустим. Конечно, на картинках Цорна можно встретить и другие краски, но этот набор он знал досконально, особенно что касалось смесей и переходов для телесного письма. Вообще, перед тем, кто пытается собрать такую палитру, сегодня встают некоторые трудности, ну не всякое черное ведет себя как надо в разбеле, белило титановые, они холоднее свинцовых, а красный, ну какой-нибудь кадмий, он просто недостаточно яркий из-за наполнителей и может сваливаться в холодную, какую-нибудь фиолетовую сторону при смешении с холодной серой. Но пробовать можно. Итак, на мастер-классе, сделав несколько проб цвета и хаотичных мазков, Цорна остановился, прошло всего не более часа, однако переводчик озвучил публике его слова, что, дескать, маэстро устал, и сеанс отложен на следующий день. На втором сеансе повторилось ровно то же самое. На третий день, когда публика уже не ждала чуда, Цорн на новом холсте написал модель так быстро, что никто не успел заметить, как вообще это произошло. Цорн артистичным движением подписался в правом нижнем углу, а зал аудитории зааплодировал. И только тогда стало понятно, что первые два сеанса были не просто так. Цорн изучал натуру, подготавливал смеси, делал расчеты соотношений, разрабатывал общую концепцию движения и готовился к самому важному заключительному сеансу. Вообще работа а-ля прима требует предельной концентрации, а манера Цорна еще и решенной пластической задачи, с отбором, нужным направлением и ритмом тех самых ста мазков на всю картину. Но таких необходимых мазков. Как-то у американского художника Дэвида Лефеля спросили, зачем заниматься рисунком. И он ответил, что это то самое необходимое упражнение по изучению натуры и формы, когда художник определяет самый лаконичный путь, самый короткий путь, когда он пытается решить задачу, использовав всего 100 мазков, а не 1000, 5, а не 20. Решить все эти задачи за один сеанс кажется нереальным. Так что же пропустили свидетели мастер-класса этого фокуса, где сам Цорн на первых двух сеансах, возможно, был просто отвлекающей девушкой в бикини? Так ли внимательно они смотрели за палитрой художника, за тем, что делает его помощник, какой материал получил Цорн и с чем он работал перед главным сеансом? Ну и про это в другой раз.